вот такие вот дела мужики ладно сейчас я не знаю скидывать все это до кучи или принципе оставлю человек сам соберет потому что приедет забирать это опять ее надо будет разбирать не хочу все на этом все сейчас покажу крепление для подсоса просили сейчас сделаем кстати крылья установил ладошка будем то гореть становится что здесь что здесь зазоров теперь хватает для цепей грязи поменьше будут забиваться сейчас откручу и покажу это все вынесу трактор откатить мужики всем привет не короче тут пытаюсь сделать рамку для культиватора так уже под накидал стойки крепежи не знаю может здесь конечно маловато одни туда развернутые дни спереди сюда что в случае чего можно было если надо ближе их поставить эти разворачиваются они пододвигаются сюда эти можно развернуть поставить сюда не практически в один ряд разница в 2 это сантиметра так у них разбег если так брать от центра до центра 33 сантиметра я думаю достаточно это так не настроена ничего все так выставил притянул сказать от руки здесь вообще стойка он кривая такая пускай сам ровняет вот колесо опорная не знаю короче на это надо его испытывать но в принципе если это как она опустится на землю то я думаю мешать сильно не будет на крайний случай можно стойку подрезать подогнуть его чуть вперед а так она стоит замечательно вроде бы как бы между 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 вот этими вещами то есть будет хорошо держать но это надо испытывать это конечно вот он меня только треугольник и уж на и все сейчас еще сделаю тебя укрепление он сюда какой-нибудь чтоб третья точка держала здесь так воткнул кусочек болта чтоб навесить она мне не подходит сюда под мою вот как то так сделал сюда хотя можно их развернуть и вниз болтами они вот эти чуть снизу станут можно пока так мне вам ночью рамку сварить это он привозил такая была сварена там кусок часть вырезала уже практически готовы здесь до трубы доварился она была так всего сварена там подрезался трубы вот эти три миллиметра толщиной 40 на 40 ты думаю ничего не не будет как-то так в принципе здесь на скручивание рядом со стойкой здесь тоже будет пластина держать на скручивание здесь вот центр не знаю вот этот ну пускай покажет надо только пробовать без испытаний тут трудно чё чё-то думать не тягать нечем поэтому думаю что так ну а вышину вышину уже конечно можно выставить здесь колеса все это выставляется можно даже вот эти вот чуть свести ты так посмотрел максималочку сколько чего получается есть конечно расстояние здоровая можно подвинуть то ли это так кажется стрелы разные спереди чуть шире сзади чуть уже вот как то так посмотрим что получится ширина получилось вот вот отсюда и до сюда метр по стрелам соответственно чуть шире это можно их и уже поставить или колеса даже можно вот эти может быть три поставить спереди две сзади колеса чуть назад короче надо настраивать но я думаю рамка пойдет длиннее но смысл и дела длиннее какой не вижу вообще смысла мини техник она должна быть все-таки мини техникой на вес кодка 700 делать что ли на мини трактор короче не доварил с этой стороны вот эти все вещи не доварил закончился вас в час точку ставил уже все такая блок нас не идет высосал из баллона все что можно здесь по нулям уже было не знаю сколько дней на нуле ну здесь держалась держалась на шланге пока вот не добил полностью теперь можно его и поменять нынче сейчас дорого раньше на это внимание не обращал на ноль упала давление упала все сейчас только до конца идет высасывание так у меня есть резервный баллончик еще 10 литровый полный сейчас покажу вот он резервники десятка 10 10 литров может быть ну да вот это то что я покупал товарища еще есть такой же десятка саня лукинский подогнал он пустой и пятерка есть еще как раз поменяю баллон и заправлю перелью кислоту в пустые два вот резервчик пожалуйста очень нужная вещь все он пристегнул этим стяжкой груза чтоб он стоял нормально что настроил на пшик минимум самый минимум поставил мужики дорого-дорого кислота сейчас подавариваю можно идти обедать обед задержался чуть-чуть так ну приладил на свой треугольник в общем она теперь туда становится сюда теперь сейчас сделаю растяжку такую третью точку опоры чтобы она весь хвост держала чтоб нагрузки не было на излом и все в принципе можно будет собрать так ну добавил тягу тяга вот с рулевой рейки я не знаю восьмерочная девяточная она с регулировкой как есть чудесно сюда с подошла ты в принципе и знал что она сюда подойдет поэтому изначально когда делал навеска сделал здесь такое ухо и было просверлено именно под этот наконечник хотя хоть он здесь и не конусный вот вот подложил здесь пару шайбук притянул если вдруг когда-то там разобьется ну еще шайбочку подкинуть и закрутить она там набьет себе место нужно никуда не денется вот здесь мужики шарнир получается для чего сейчас покажу дальше уголок просверлил 18 18 коронкой она как раз подходит вот под вот эту часть я не знаю как называется где соленголка стоит лишний отрезал лишний отрезал потому что она торчала слишком сильно наметил отрезал сделал заподлицо с уголком теперь просто болт мужики ставится с гайкой и все попробую одной рукой конечно то сидела ставите так ставится буфик с этой стороны гаечка чуть побольше чтоб не выскакивала и точнее шайбочка и гайкой все это дело может затягивается вот то есть бог просто и стягивает а уголок он стоит на том наконечнике вот и все натяжка практически до конца еще даже можно теперь зажать это все дело гайками вот такая получается опора вот чтоб не было нагрузки на вот сюда почему тяга да можно было здесь просто приварить какой-то кусок металла прикрутить ну и тем более с регулировкой она стала сюда идеально она изначально уже изогнута на автомобиле вот она как раз становится в центр вот так сюда из-за и со своей конструкции шара выставляется сбоку но это я не знаю какая правая левая если было другой стороны но я при воткнулся этой страны именно изгибом вверх вот такие дела сейчас покажу что что еще сделал добавил немножко универсальности ну может быть пригодится но не пригодится да ради бога ну пускай бы я посчитал пускай это будет у человека на этой как правильно назвать рамки станине вот как и корпусе сейчас покажу расскажу для чего так друзья ну снял показать конечно вот было за что паре но сейчас вот на эти два то есть все садилось все туда в глубину но я еще добавил три прямо прямо по над самым краем 3 отверстия получилось так в шахматном порядке не сплошняком на этих отверстиях вот этих у меня вот сюда в навеску это все дело становится сейчас покажу для чего так тягу поставил удлинил мужики вот как раз вот этим винтом тяга удлинилась так как я переставил на центр на центральное отверстие и появилась такая дополнительная возможность мужики как подруливание вот этой вот всей конструкции при повороте здесь шаровый отыгрывает замечательно но при этом держит всю конструкцию мужики вот как-то так можно сильнее сделать угол путем немножко зарезать вот эту трубу вот так ближе к отверстию потому что она упирается вот этим краем саму навеску но если этот угол немного срезать он будет доходить практически гибу не практически будет примут впритык доходить и навеска еще будет точнее навесной это все будет еще сильнее заворачиваться вот если вдруг надо будет его зафиксировать берется штырь какой-нибудь с любой стороны хоть с этой хоть с этой хоть все хоть все три неудобно прижать зафиксировалась все это дело и она уже не гуляет для чего сейчас попробую объяснить потому что я у меня мысли работают немножко по-другому я ее могу использовать абсолютно если бы она была у меня такая да ее можно вообще использовать под разные цели и задачи сейчас попробую рассказать может кому-то пригодится не знаю как и будет человек использовать может культиваторы прицепит и один раз пройдется и 300 сколько там 64 дня остальные она будет стоять но у меня вот этот станина не вообще не стояла под разные операции все делалось бы по-разному так для чего уже все таки вот этот вот ход то есть при повороте до чтобы вот это все что здесь зацеплена так сказать помогало немножечко все это легче было трахтарку человек сам решит подрезать ему или не подрезать или оставить я не знаю это не сложно взять болгарку и отпилить все упора будет здесь вот так вот культиваторы но не нужны там я не знаю там раз ну два ну три может раза в году до что можно сюда еще поставить вместо культиваторов можно поставить окучники понятно да два штуки один одну штуку то мне не знаю можно поставить пропольники вот такого плана такого плана да то есть где-то что-то как-то пробежаться что сюда еще можно поставить но это конечно же на жесткую да где можно использовать вот этот вариант можно отстегнуть стрелы вот эти снять и в ряд либо спереди там до колеса поставить чуть сзади поставить их в один ряд получатся хорошие такие корабли с таким приличным расстоянием опорными колесами регулировать плюс на это треугольник и помните да стоит цилиндр который меняет угол и с тем самым если ставить сзади колеса а вот эти вот стойки виде кораблей будут завернуты вперед то можно либо их прижимать либо поднимать хорошо стягивать какую-то батута от кабаков там я не знаю гарбузов от тыквы в общем такая штука может какие-то ветки стаскивать может еще какой-то такой крупный да я не знаю как это назвать бурьян будем так говорить да то есть использовать как грабли захват метр мне кажется шикардос плюс все это тело прекрасно будет рулиться вот как то так что еще можно сюда использовать я не знаю тут фантазия должна присутствовать у человека по-любому просто просто капец так что вот так вот мужики кому надо берите на вооружение такая вот идея вот но если не нужно ну два шплинта 3 можно туда засадить так поставить не обязательно никаких проблем вообще не вижу кстати установить можно вот эти вот стойки до грабли не будут стоять вообще так вот полукругом грубо говоря вот эти вот направить вперед где-то здесь развернуть их вовнутрь а заднюю направить назад и они вот так вот станут полукругом и где-то что-то если нужно тянуть граблить и чтобы это все дело как-то будет ближе к центру собиралась просто устанавливаются крепежи стойка здесь стойка в середине центр чуть сзади такой полкруг получится но фантазия должна присутствовать фантазия вот такие вот дела до длинного то у меня конечно навеска на том тракторе она практически сзади так что будет вообще шикардос так крепление открутил крепится она вот на шпильку выглядит все это дело мужики вот таким образом сначала из металла вырезается вот такая вот штука вот именно в сторону чтобы она здесь вот такая выемка да как бы под айкут примерно то же самое делаю чтобы она туда остановилась и нигде не упиралась и так в сторону металл наверное миллиметра три мужики сначала вырезал потом в тисы зажал сколько мне нужно и молотком саму под 90 градусов все такая скоба получилась гайка это удлиненная под м10 по можно было взять м8 было мне просто взял им 10 просверлился в удобном месте чуть-чуть от середины чуть назад не знают показалось вроде так просверлился нарезал резьбу тело здесь хватает чтобы прижать тросик тросик прижимается хорошо так как внутри лайки есть резьба и на и а тросиком тоже витой весь прижимается капитально мужики дальше там заслонки тоненьким сверлышком просверливается делается вот такая загогулина потом вот так просто я завожу снизу ставлю и прикручиваю вот такие дела но сначала перед тем как варить гайку да все это надо посмотреть примерно куда будет двигаться заслонка то есть подобрать самый такой оптимальную вышину вот этого изгиба вот у меня это все дело как раз заслонка на излом не идет вот поэтому поэтому так делается быстро крепить легко демонтировать подсос работает в нужном направлении то есть на натянут заслонка закрылась подсос отбил заслонка открылась также тросик здесь отпустил отрегулировал сколько надо вот и все это здесь торчит потому что все таки у меня пол двигателя находится на улице на желтом тракторе точно также сделал это я не помню где где-то где устанавливал двигатель там этот есть видосик просили показываю как еще объяснить я не знаю на пальцах но мне нравится мне нравится еще вот как то так часто сидела зажму все мужики закрутил все за двигателя но ничего не торчит и имеют это крепление отломать его практически невозможно да нужно очень постараться если бы кого-то двигатель был полностью под капотом тросик просто так изгинается не все как надо можно пропустить его сверху то без разницы как так угодно главное чтобы его зажать на это пожалуй все мужики больше показать рассказать пока нечего просили станок показать не знаю но я имею ду заснять видос про него давно собираюсь но все никак то желание нет то времени нет вот такие вот дела всем пока с вами был санек надеюсь скоро увидимся с вами был субтитры сделал DimaTorzok